На пути к себе. Рината Филимонова – молодой архитектор, художник, поэт, музыкант. Эти роли гармонично уживаются в ней, складывая уникальный ансамбль ее таланта. Староскольцы смогли познакомиться с ним на презентации выставки «Контуры мыслей» в библиотеке имени Пушкина. На открытии побывала наша съемочная группа. К своему зрителю Ринату Филимонова впервые выходит с персональной выставкой. Для нее это возможность поговорить, поделиться внутренним миром с окружающими, очертить контуры своих мыслей. В сюжетах картины наблюдение пытливого взора и размышления о жизни и оттиски воспоминаний о людях. А еще поэзия. Рината иллюстрирует свои стихотворные строки, лирику других поэтов. В стройных ритмах она находит цвет и форму. Я стихи люблю читать. Книги сейчас, в последнее время, больше люблю стихи читать, потому что их можно читать в любом месте, в любое время, с любого момента, под любое настроение, или какое бы там ни было настроение, подобрать что-то. И часто бывает, что уже я так стала думать, как иллюстратор. Вот, и это вот срабатывает у меня иногда. В выставочном собрании порядка 80 работ, карандашные рисунки, графика в техниках пастели туш, есть и живопись, картины, отпечатки самых разных периодов жизни художницы. От студенчества до сегодняшних дней. Здесь и классические пейзажи городских окрестностей, мягко укутанных таинственной дымкой. Особым магнетизмом обладает графика из серии, посвященной Санкт-Петербургу. В сюжетной зарисовке взрослых и детей кажется, что Рената смогла уловить неповторимые черточки каждого своего героя. Из большого количества этюдов и зарисовок рождаются зрелые, полноценные произведения. Их отличают замысловатые сюжеты и композиции. Выставка целостная, очень хорошая. У нее стержень, и основной стержень, что характерно для искусства, она поэтична очень. Это графика ее, она не просто иллюстрация к чему-то. Она чувствуется, что в ней скрыта какая-то философия, какая-то, может быть, грусть, какая-то жизненная тревога, может быть, в некоторых писах даже радость в каких-то работах. Она в работах самовыражается. Это очень здорово и хорошо. Архитектор по образованию, художник, поэт и музыкант по велению души. Рената экспериментирует, ищет, осторожно ступает на путь искусства. И в это долгое и увлекательное путешествие приглашает своего зрителя. Каждый из нас немного поэт, немного художник, немного музыкант. И проникаясь творчеством Ренаты, ее контуры мысли становятся и наши с вами. Потому как у нас, простых обывателей, не всегда хватает средств для выражения своих каких-то чувств. Погрузиться в размышления, найти оттиск собственных мыслей и переживаний в творчестве Ренаты и насладиться многообразием искусства можно до 30 сентября в библиотеке имени Пушкина. Выставка будет работать ежедневно, кроме пятницы, с 10.00 до 20.00. Вход свободный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!